Стоило ли ехать на СВО? Однозначно да. Потому что я увидел многое. О чем я расскажу? К слову, все то, что мы собирали здесь, все это было куплено казаками станицы Магнитной. Вопрос интересный. Седьмой заход. Я не понимаю сути. Здесь нет того, что было озвучено Сталином. А именно, СССР реально помогал во Второй мировой войне. Танки, самолеты были финансированными как колхозниками, так и теми, кто мог. Мы, конечно, могли бы этому помочь. Но в данном случае это помощь от казаков. Сумма-то не маленькая. Просто взяли и сделали. Однозначно. Молодцы. Раз в несколько месяцев отправляется. Раз в несколько месяцев? Несколько, да. Шестой уже, да. Шестой, да? Груз, да. В этом груз уже идет. И вот вы постоянно столько загружаете, да? Да. Бывает больше, бывает. Бывает больше, да? Да. Братик там, а вот то что потом? То есть, в принципе, это нормальное явление. Магнитогорск помогает своим? Да, конечно. Магнитогорская ответственность тоже. Утро следующего дня принесло мороз под минус 32. И добрых хлопцев из Чесмы. Они, собрав свои машины, вместе со своим грузом присоединились к нам. И вопрос-то нужный. Битвы случались многократно. Битвы были и в первой лучшей книге Библии. Но вера в Господа, Бога Всемогущего, давала всем чувство правды. Но не может человек верующий убивать детей, мам, стариков. Мы, веря в Господа, умирая с Его именем, восстанавливаем справедливость. И именно поэтому россияне всегда в битвах несли мир. А таких очень мало. Человеков верующих. А мы были верующими, тем более, что с нами отправился в путь отец Сергий. И не спеша мы приехали в Уфу, чтобы там догрузить то, что нам нужно на фронте. Такие вещи случаются. Почему все равно к тебе тянет обратно туда? Почему ты готов и ты помогаешь, даже невзирая на то, что, в принципе, ты мог бы находиться уже дома? Да ну как? Война не закончится, пока не отзвучат орудия. Говорят, пока жив последний солдат войны. Она продолжается. Но я до таких далее не знаю. Но пока русские люди умирают, а они умирают сегодня каждый день. Каждый день 100-200 человек умирают. Причем русские стоят с другой стороны после событий. Если стоят с другой стороны, тогда это больше. Больше в разы. Потому что нас свернули, понимаешь? Мы никогда не должны были бодаться. Мы этим не должны были заниматься. Но отдельные товарищи нам устроили этот чебуток. Никому это не нравится? Логично. Ну, конечно, да. То есть здесь, к сожалению, нет хороших решений. Здесь только плохие и очень плохие. Но мы понимаем, что нам просто не оставили выбора. То есть мы не можем не заниматься этим сейчас. Мы, начиная с 2014 года, пытались от этой истории откреститься. Да даже раньше? И даже раньше, да. То есть как бы точка невозврата – это отказ Украины, продление аренды базы Черноморского флота. Там много чего случилось, поверь мне. Вместо того, чтобы жить спокойненько, да, и возвращаться, и посмотреть, что случилось, допустим, с Белоруссией. То есть в Белоруссии никаких Майданов не было. Просто призвали нас, и все стало красиво и ровно правильно. Можно же было так и делать, логично же. Да можно было просто спокойно жить. Спокойно жить? И не звать никого. Ни нас, ни их, хотя бы так. Но мы понимаем, что это все равно наша родина. Наша родина в Советский Союз. Мы, собственно, это все помним, все знаем. И Украина моя родина такая же, как и Магнитогорск. И я не согласен, что там происходят те вещи, которые происходят. Поэтому как ты можешь отвернуться и этого не видеть? Тем более, если там было, если ты видел этих людей, если ты видел противника, если ты с ним общался, разговаривал. То есть как бы, как ты можешь сказать, ой, все, это не мое и так далее. Это же, это там на гражданке некоторые товарищи могут себе позволить отворачивать лицо и делать вид, что ничего не происходит. А мы, в принципе, не можем. Как казаки не можем, не можем, как фронтовики тоже не можем. Потому что наши парни-то там, они-то продолжают работу работать. То есть как, ну, поэтому в меру своих сил помогал, помогаю и буду помогать. И буду в этом процессе участвовать. Потому что, во-первых, это моя родина, во-вторых, там мои родичи продолжают эту работу делать. Сейчас ситуацию объясню, чтобы вы въехали, пока мы выехали. Поверьте, только начало дороги. Она у нас чуть-чуть далее Москвы. 2100 километров до бывшей границы. Но граница-то, дай бог, переместится-то до Польши. Хотя и они были в Российской империи, как и Финляндия и вся Прибалтика. Тогда не существовало деления на нации. Нации появились после возврата СССР. Да, это были деления по событиям, потому как история была одна. Что же нас касается, все, что мы везем, это подразделения казаков. Они были и в Оренбурге, и в Уфе, и на Волге, куда мы, собственно, и заехали. Тольятти. Город, переименованный в 1967 году из Ставрополя. К слову, не путать со Ставропольским краем, столица которого ранее называлась Ставрополь-Казацкий. Здесь-то мы тоже забрали попутный груз. Я убедился, что, оказывается, не только в Магнитогорске есть казачество. Оно есть и в Самаре, и в Тольятти. Так? Да, есть. Но факт в том, что оно здесь только возрождается. Только возрождается, да? Если у вас уже устояно все, то здесь, в Тольятти, это только-только возрождается. Вот сегодня мы собрали первый конвой гуманитарной помощи, посылок для наших ребят, которые воюют в Барсе-15, в Ермаке. Выполняют боевую задачу. Это первые конвой. Я надеюсь, они будут постоянные. Несмотря на то, что тольяттинцы давно участвуют в этой системе, в Барсе, в Ермаке службы. Но положено начало, скажем так. Это положено начало, я считаю, будет более красиво. Потому что мы не будем забывать, что казачьи войска, они всегда служили Российской Федерации, Российской Империи в том числе. И не только Российской Империи, они также служили еще и при Советском Союзе. Ну да. То есть будем говорить, что мы это восстановим и сделаем, и это будет интересно. Я думаю, что да. По крайней мере, потенциал на это есть. Есть желание работать, делать. Есть желание, все-таки, так сказать, что когда адрес найдет помощь, она идет совершенно другая. Когда они размазываются на какие-то понятия и громкие слова. Казаки действительно делают то, что они делают. Не размазываясь на то, что и не собирая никакие славы и тому подобное. Вопрос возникает у всех. Нужно ли возрождение казачества? Вопрос снимается в СВО. Здесь казаки выполняют свою роль. В истории именно казаки складывали свои головы в первых рядах. Как это было? Как пограничники они защищали нашу родину? Не только снаружи, но и внутри. Ломая через колено врагов не только внешних, но и внутренних. А их сейчас пруд-пруди. На сегодняшний день Волжское казачье войско, которое сюда в 1734 году пришло на Волгу с донскими казаками вместе. То есть первые здесь были донские казаки, потом уже образовалось Волжское войско. И где мы с вами сегодня находимся, это город Ставрополь, город Святого Креста, образован Василием Никитичем Татищевым в 1737 году. И первыми поселенцами в крепости Ставрополь были донские казаки, а потом уже Волжское войско. Изначально нас было порядка 10-15 тысяч казаков, на сегодняшний день нас чуть больше 5 тысяч казаков в Волжском войске. В Тольятти, где мы с вами находимся, находятся, расположены три казачьих общества. Это Тольяттинское городское казачье общество, юртовое казачье общество Ставрополь-на-Волге и хуторское казачье общество Хутор-Шигонский. Я являюсь заместителем атамана Хутора-Шигонского и руководителем Дома дружбы народов Самарской области в городе Тольятти. Вот совместно с участниками спецоперации, членами их семей, Дом дружбы народов, юно-армейцы, некоторые школы приняли участие как раз в сборе гументарной помощи, которую мы сегодня отправляем вместе с вами на передовую нашим братьям-казакам в Ермак, в Барс-15. А еще дальше сутки в пути. И пока у вас есть милое желание посмотреть на лису или лисы абсолютно спокойно, просящего еду на заправочной станции, мы поговорим об погоде. Мы с собой забрали не только мороз, но и ветер. Хотя был и дрон. Но при ветре более 10 метров в секунду он был бесполезен. И спасибо Господу, что он нас уберег не от наших дронов. А пока мы дон пересекали в Верховьях, встретили еще одну магнитогорскую команду. Во главе с президентом Магнитогорского государственного технического университета Колокольцевым Валерием Михайловичем и председателем общественной палаты города Магнитогорска Зяблицевым Владимиром Ивановичем. Они также везли гуманитарную помощь. Но и отсюда, не по платной дороге, мы доехали в 2 часа ночи до 861 километра, где попытались за 5 часов ночи переночевать. К слову, ночевки как таковой не было за всю командировку. Но нас встретили бывшие магнитогорские казаки. И ни свет ни заря мы погрузили машины, приехавшие благодаря ММК на Миллеровский пропускной пункт. Точнее, за 30 километров мы помолились. Благо, с нами был отец Сергий. И через час мы заехали в Луганскую Народную Республику. И ставший, и вернувшийся в Россию. Ну, вот как-то так. Собрались мы. И как раз мы находимся на переходном пункте ВСВО. Для того, чтобы вам показать, что люди, которые сюда приехали, у них все очень грамотно. То есть все тратят именно лично свои деньги. Не кто-то им вы деньги там выдает. Нет, нет, нет. Здесь все тратят свои лично заработанные деньги. Все, кто приехали сюда. А это не маленькая событийность то. Когда мы приезжаем, и что получается? Ну, жизнь такая. Машины иногда ломаются, иногда необходимо все это делать. Но еще раз говорю, все это на свои личные средства. А мы поехали для того, чтобы показать вам, что это событийности. Потому что очень редкий человек из разряда мелкопотамовских журналистов, типа там, не, топ, обыкновенные, ездят и показывают все это дело. В принципе, пока все нормально. Ну, за исключением сломанных автомобилей. А так все очень хорошо, нормальненько, грамотно. И люди думают, и люди, во-первых, почему они сюда приезжают, потому что они заботятся о своих и казаках в том числе. Ну, и не только о казаках. То есть, очень много всяких примочков. Вот сейчас вам покажу. Это уже дети выдают. Потому что дети, не только Магнитогорская, еще и с Чесмы. И вот еще такие маленькие штучки. Все это люди хотят показать, что вы работаете, вы делаете все это за нашу родину. А наша родина единая. И когда начинают мне сказки рассказывать, что там случается, я говорю, ребят, посмотрите, пожалуйста, интернет. Посмотрите, пожалуйста, Российскую империю. Это несложно. С 17-го года. Там все вполне нормально, красиво и замечательно. И не было никаких распределений. Зачем все это дело распоясалось то? Жили бы спокойненько в одном удовольствии и жили бы дальше. Ничего. Не знаю, когда все это дело закончится, но я считаю, что благодаря грамотному подходу мы будем работать на очень долгое время. Чтобы стало ясно, вот оно расстояние на 60 километров меньше, чем Магнитогорск-Челябинск. Тут-то тоже помотраться пришлось. И оценить помощь района с населением 3% от Магнитогорска. Это я про Чесминский район говорю. Хлопчики, дай нам в Магнитогорск такое. Из четырех машин две ихние. Запаковали не только машины, а это четверка и одиннадцатая, но и Магнитогорск и Газели. И если бы Магнитогорск был таким, как наше село, вот это было бы интереснее. Хотелось бы выделить еще Марину Сергеевну Обчинникову. Она у нее свой фонд Благодарительный старт. Вот. Она через этот фонд собирает людей, ну, как сказать, население денежную помощь, там, кто по 100, кто по 200 рублей. Также гуманитарную помощь несут. Это все организовывает. Она в интернете пишет посты, выкладывает постоянно. собирает ее, формирует эту помощь. Деньги все это все через нее проходит, потом она это все отчитывается. То есть у нее очень большая работа и все это на ее женских крупных плечах. То есть не каждый мужчина сможет это сделать, а она все это тащит. Спасибо ей большое. Без нее я думаю это все не получилось бы. Так что очень очень благодарна и дай бог ей долги для жизни, здоровья, всяческих благ. И пока мы ехали в Ново-Айдар первыми мыслями я поделюсь. Вся дорога идеальный вариант от России. Если кто-то обещал европейскую пенсию в 2000 долларов, я будучи там вам внедряю. Европейское бытийность рухнуло в моих глазах в 2006 году. Тогда я был в Германии. Наслушался там многого. Зачем Горбачев разрушил стену? По сути развалив страну, он развалил и другую Европу. Накормив и удалив умных, заменив их никем. Если раньше западная часть была в шоколаде, то приняв восток, шоколад обрушился. А когда туда ввольнули те, кто отдыхал, когда их кормил СССР, то слово шоколад испарилось. Это не только Германия. Вся Европа распределилась по уровню стран. Лучшие из СССР, имеющие многое, это Латвия, Литва и Эстония получили больше. А в Болгарии пенсия всего 800 евро. Чуть больше, чем наши. Но Болгарию не разворовали, как Украину. У нас слава дяде Володя все, что разворовывалось, закончилось в 1999 году. Но Украина разворовывалась и далее. Или вы что думаете? 2000 евро? Хрен вам, 50, не более, меньше, чем в России. За ваш срач больше ни-ни. К слову, вы уничтожали историю. Наша история уважительно относится к разным языкам. Где оно? Да вот оно! И мы говорим о том, что к вам из Чесмы пришли. Интересно это, когда из Родины пришли, то, что нужно вам. Это не просто интересно, это просто необходимо. Здесь этого нет? Конечно нет, если бы не заказывали, если бы там здесь было. То есть можно говорить, что все равно хорошо, когда что-то пришло из своей Родины, правильно? Да, хорошо. Все равно это тоже будет наша Родина, правильно? Наша Родина. Да, это уже наша Родина. Вот кто вместе с армией, вместе с контрактниками защищает нашу страну. Перед тем, как слушать, понимаете мои рассказы, в которых есть только правда. Весь смысл казачества быть передовой частью. Мы знаем. Так смотрите, казачьи войска были, есть. Оль они там нету. Это не войска по призыву. Призыв в качество это призыв быть на острие. Я вам это показывал, я вам показываю, как казачья жизнь ломает бизнес. Когда нужно, тогда и сделаем. А бизнес подождет. Нам спокойствие и мир нужен. Не каждый из вас на это способен. Писать от наших детей, деток, которые переживают, радеют за вас. Спасибо. У меня висят в комнате ноги. Еще зиму с прошлой. Освежили. Да, освежили сейчас в этом году. С новой повешаем. Приехали за ленту, зону СВО, вот, встретили наши братья с утра от дневника, 2-й витальский казачий отдел Оренбургского войска. Здесь и увидели, и соберегали теплые слова от родных и близких. Так что находим наших братьев, навещаем, передаем посылки. Для того мы сюда и приехали. У нас все есть, у меня есть большая. Конечно, обмануть казака можно, но мы вернемся к вопросу. В большей части казаки не спонсируются никем. Это часть их казачьей жизни, из которой они забирают то, что нужно новоришам и отдают это тому, кто в этом нуждается. Новориши это отморозки таких 10%. Казаки есть, но их немного. Но количество увеличивается. И представьте, если магнитогорское казачество вернулось, а это было из 50 тысяч человек. Зачем на структуры разные? И поэтому, если вы желаете, чтобы ваш адресат получил, то мой вам совет. Обращайтесь именно к казакам. Они на СВО привезут. И сложно будет их швырнуть. Количество большим сложно будет. Пригнали автомобиль 239-го танкового полка Сулябинской области. мы. Вот ребята сами скинулись на нее купили, мы ее отзамонтировали, пригнали. Вот теперь будет служителем веры и правды. Держите, пользуйтесь. Не знаю, приносит, только пользуйся. Не ломается. Отдельно тоже хотим поблагодарить от 539-го танкового полка за такую оказыванную помощь. Нам всегда техника очень нужна для личной нужды, так и для других выполнения задач. Поэтому отдельно всем благодарен, что участвовал в сборе помощи для обретения транспортного средства. Огромное спасибо. Оставлю тебе, Андрюхин. Благодарю. Мне и Игорь потников, который деньги переслал за нее, он мне обратно переслал, мы на нее их демонтировали на машину. Нельзя меня обманывать, я это вижу. Нельзя обманывать украинцев. Вы обманываете малоросов. Но не было у нас деления по нациям 107 лет назад. Вы, твари, меня обидели, а зря. Я сегодня был просто удивлен. Я был просто удивлен. Мы ехали туда, и я даже не понимал, как здесь могут красиво жить. И все начинают сказки рассказывать про то, что россияне начинают что-то ломать. Вы знаете, отсюда человеки ушли еще в 2014 году. Все в идеальном состоянии. В идеальном состоянии. И вот эти гречишники, которые здесь остались. Я специально сделал этот материал для Ютьюба. Ничего ничего, вас сюда не пускают. Правильно, потому что не хотят, чтобы здесь все разворовали. Россияне никогда не воруют, твари вы. К сожалению, нас причесывают. Бывают и они. Но ориентируясь по уровню доверия к работникам сферы лучшей, а именно к телевидению, заключив грамотный контракт, можно было бы в любом месте строить нормальное будущее с заботой о всех. А просто надо верить. Посмотрите внимательно и верьте тем, кто вам говорит. Я этого человека хочу видеть. Верьте человекам, думайте головой. Слово об СВО, где мы переночевав немного были. Прямо на границе леса. И еще раз поблагодарю Господа Бога, мною лично любимого. Ветер и холода не позволили работать Бабе Еге. Это такой дрон. Он работает по сути для сельского хозяйства, но укры его пытаются колбасануть. И колбасуют они кого? К сожалению, тех, кто привозит гуманитарный груз. Но лес это прикрытие для диверсантов, которых я слушал. Диверсионно-разведывательные группы ДРГ. Я стрелял из калаша и видел, что калаш творил в Москве. Много чего мне пришлось увидеть. А тут еще и минки работали. И поэтому мы быстро разгрузились. Дорогие братья-казаки, сегодня мы прибыли в наш подшефный полк 239-й Оренбургский казачий танковый полк, кто не знает. И мы давно приезжаем и заметили такую, скажем так, большую несправедливость, что в нашем полку нету знамени Оренбургского казачьего войска. И сегодня мы решили исправить данную ситуацию. Привезли для нового подразделения, которое организовалось в составе 239-го Оренбургского казачьего танкового полка с подписью казаков, участвующих в гуманитарном конвое, которые постоянно приезжают. Здесь все ребята уже не первый день, которые сюда приехали. Здесь все ребята, которые приезжают уже как минимум 6-7 раз в этом году мы только привезли для наших ребят сюда все необходимое. Вот мы передаем, оно будет храниться у нашего брата, друга, соратника, который на протяжении всей специальной военной операции находится с нами и всегда помогает нам автотранспортом, доставкой гуманитарного груза. Если мы что-то где-то не успеваем найти кого-то, кто-то находится на выполнении боевого задания, мы оставляем все это у Егора, Егор всегда это все передает, ценности и справедливости. Так что, брат, дорогой, приятный и торжественный момент, я по поручению войскового атамана Оренбургского казачьего войска, казачьего генерала Романова Владимира Ивановича, за номером приказа номер 28 от 11 декабря 23 года нашему другу, брату, соратнику вручается высшая награда Оренбургского казачьего войска, медаль за особые заслуги с барельефом цесаревича, за номером 483, приказ довести до лиц касающихся, возложен на меня, на атамана 2-го казачьего военного отдела, выполняю данную миссию, награда доставлена и передаётся человеку. Люба! Люба! Что было дальше, а дальше меня не взяли. Ну так вы посмотрите, что стало после освобождения севера Донецка. А затем отец и сын. И оба за СВО награждены медалями за отвагу. Вот наш казак атаман хутор Тюлюк 2-го верхнеуральского отдела со мной. Вот, и атаман станица магнитная. То есть у нас атаманский уазик такой получился. Показать тем людям, которые не верят, что людям тяжело жить. Вот смотрите, что происходит с городами. Да, этот сюжет мы снимаем для тех маловерующих, неверующих, сомневающихся. Вот посмотрите, как, что здесь происходило, какие шли бои, и как пытаются люди дальше жить. Потому что здесь люди пытаются опять наладить свой быт. Вот, то есть боишь ли здесь какое-то время назад, то есть уже, ну, прилично. И вот смотрите, что стало. Извините, конечно, качество может быть плохое, это окраина, мы идем по окраине, вот, трясет, конечно, но вот торговый центр «Кристалл», пожалуйста. Ну, вот по балконам, по балконам даже видно, что люди в некоторых квартирах пытаются жить, как-то выстраивать свою жизнь. А лучше бы, конечно, вот таких маловерующих людей, или еще вообще непонятно каких людей, возить сюда на экскурсии. вот смотрите, актер Сергей Куприк, вооружение из города. Вот еще, пожалуйста, моменты. Всем привет, меня зовут Никита Андреевич, несчастье, угоразил попасть не сюда, а в Украину. И хочу большое спасибо сказать за тем, что вы помогаете на русском призваться в санжелом. Или что было из-за выговорили. Ну, а здесь помогают, приводят с беззачатами. В неделю хочу сказать спасибо группе «Контактик» и «Контактик» и «Контактик» и «Контактик» и «Контактик» 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 и «Контактик» и «Контактик» и «Контактик» и «Контактик» родительский корпус Цисаревич и Алексея в Станине Собактином. В Москве очень сойти чит «Уфа». Вяжем-то, вяжем, и кандажем сутую и портини. Спасибо большое, как раз отец привозил было очень просто и сду G iff. В Башкирии очень сильно помогли. Спасибо за носилки волокусы от Простантину Думышкину и его команде уфа 101. 102 Уфа! Артуру Бургеновичу Мумджану, большое спасибо, очень сильно помог финансово. Расову Фриджат Цибаировичу тоже огромное спасибо, тоже за финансы. За заказ станицы Магнинда города Макаровска бежит перед городом Макаровска от меня несколько партнеров, спасибо вам большое. Очень сильно помог. Здравствуйте. Это все для победы, для наших детей, братьев и отцов, чтобы легче было добиться нашей победы. И вот вы видите, мы довозим прямо на самый передок, до самых ребят, все это заходим. Это вот мой сын, это для всего предупределения, для всех. Спасибо вам большое. Надеемся на дальнейшие сотрудничества, что вы будете дальше помогать, пока мы не заходим. Это пошутим глубоко в землю. Утро следующего дня встретило нас в Мариуполе. Как цеплялись за это не люди, которые стреляли в детей, уничтожали стариков, вырезали женщин, издевались и измывались. В этой истории и будет, как вы разворовывали Украину. Потому что это история варья. Так вот, варье здесь цвело неземными оттенками. И когда мне местные втирали, что бы не хотели, я им говорил о событийности, здесь ранее не виданной. Событийность полной переделки дорог по уровню топа от Европы. Как и возведение лучшего жилья за кратчайшие сроки. Вот так мы работаем. Чего раньше здесь в природе не было. Мы находимся в Мариуполе. Вот виды. Выходишь на кольцо. Отель. Отель. Вот хозяйка отеля. Отель Сокол. Отель Сокол. Мы сразу сделаем небольшую рекламу для Оксаны. Оксана, вот вы нам сейчас рассказали душесчипательную историю. Да. Немножечко. Можете еще рассказать? Очень была плохой историей. Всегда помогала людям. Меня многие знают как бы и в этом городе в Мариуполе. Вывезла нашу Мариупольскую филармонию. А потом попала в плен на Украине. Провела там пять месяцев. Ну вот я дома у себя. Бог вершитель всех судеб. Поэтому как-то. У счастья большая дорога, ребята. Вот у нас все хорошо. Все просто замечательно. С такими замечательными людьми нам пришлось встретиться. Спасибо. Самого лучшего, ребята. Главное, чтобы вы все были живы, здоровы, счастливы. Ваши семьи, дети. Я вам желаю всего самого лучшего. Спасибо вам. Вот на таких как вы, на русских женщинах и держится вся, я не побоюсь этого слова, весь земной шар. Потому что лучше, чем русская женщина на свете нет и никого. Не зря наши поэты великие говорили на скаку и коня, и в горячую избу и все остальное. Это про вас. А вам низкий поклон за то, что вы нас сегодня приняли. Такую большую ораву накормили, напоили, обогрели. Дали ночлег, кровь. Так что дай Бог вам всего доброго. Ну а я скажу так, что мы обязательно победим. Победа будет за нами. Конечно. Победа будет только за нами. И от всего арестовского казачества мы вас прям обнимем вас. Обнимем вас. Да, да, да. Дай Бог вам здоровья. Спасибо. Спасибо. К сожалению, мы не можем купить танк. Да и на самолет денег нет. Но то, что отправил казачий корпус Магнитогорска, это всего поделив на город 2 рубля с каждого. Но если полазать и найти человека, то вы можете напрямую с доставкой отправить ему нужные вещи. Казаки – это подразделение российской армии. Доставят прямо до адресата. Работаем по направлениям. Хотел бы выразить огромную благодарность за предоставленные нам для Топителя. Максиму. Максим, мы тебя найдем обязательно. С тобой в индивидуальном порядке побеседуем. Она закончится. Мы будем у тебя. И небольшая, но есть тема. Взяли телевидение с собой. Тем более специалисты с практически 30-летним стажем. Понты свои обломаете на 10-15 минут. Получите и качество большее. А так, ну смотрите. И почему вы не получите 2000 долларовые пенсии? Если брать Европу. Там все просто. Чем выше уровень производства, тем выше зарплаты. Интернет же есть. Это просто. К слову о том, что я реально видел, как разворовывалась страна. Но город благодаря Филипповичу не рассыпался. Город Магнитогорск. Город мировой лидер стали. С четырьмя горнолыжными центрами. Один прямо в городе. Город с лучшей хоккейной командой. С кучей ледовых стадионов и морем увеличивающихся бассейнов. Вы с 1991 года разворовывались. Буд разворовал вашу армию. Продали авианосец Китаю. По сути, вы мизер. И мизеру не платят ничего. Они просто хотели использовать вас как прокладку, разместив ракеты. Вот вы кто. А чтобы въехать, надо въехать в Россию. Смотайтесь в Чечню, Крым или даже в Магнитогорск. Поезжайте. Я не говорю про Екат и Самару. Честно, даже не беря уровень зарплаты, который ниже, чем Китай, Турция и Индия, мы не слабенько так живем. Хотите так? Да легко. Собственно, вот так все и случилось. То, что за моей спиной комбинат Ильича, по сути событий тут уже ничего и нет. Но рано или поздно, рано или поздно, вы должны понять. Мы так начинаем строительство, когда этого не было никогда в природе. Если бы товарищи укропы поняли это сразу же, вместо того, чтобы с нами воевать, им надо было съездить. Я еще раз говорю. И одновременно нашим псевдо-дебилократам съездите, пожалуйста. Посмотрите, как живет Европа. А потом вернитесь сюда и подумайте, а может быть мы смогли бы так же сделать. Давайте все-таки вернемся и сделаем то, что мы умеем делать. Мы это делаем хорошо. Обратите внимание, как здесь строится. Все перекраивается по самые кривые помидоры. А не надо было этого делать. Реально нацизм он не в России. Вы его воспитали. Это вы уничтожаете то, что к вам не придет никогда. Нацизм – это мерзость, которая должна быть уничтожена. Это лично мое мнение. Миролюбие и взаимоуважение – вот наша часть. Но мерзость ведет здесь в везде львов. Битвы будут. Власти его хватит. Но творит он это в разных местах. Как можно его уничтожить – это будет чуть позже. Почитайте Евангелие. Но пока все, что связано с Россией, миролюбило по сути. Россия – часть умиротворения с легким разгильдяйством. Лучше, конечно, вернуть СССР. Там даже при небольших зарплатах мы жили. Удивляя мир своим бесплатным жильем, своей медициной, историей и уровнем высшего образования. За моей спиной новостройки, потому что здесь не все красиво и ровно. Потому что, ну вы понимаете, да, здесь были жесткие противодействия. Где-то рядышком, вот посмотрите, вот этого ничего не было. Сегодня сейчас все делается. Потому что за сколько, за сколько, за 8 месяцев новое строительство. Вот так делается все дело нашими россиянами. Мы здесь все. Мы восстанавливаем всю структуру. Мы этим делом занимаемся. Это нам нужно. Нормальный вариант? Очень даже интересный. А вот это мой вариант без комментариев. За моей спиной, за моей спиной то море, рядом с которым я не был. Хотя, в принципе, где-то в районе Темрюка мы были. Но почему-то что-то лоханулись. То есть я был на Каспийском, на Азовском. Вот Азовское море за мной. Черное море, естественно. Балтийский залив. И то самое море, где мы были. Это чуть-чуть. То есть я был на всех морях. И даже был в свое время в Приморье. Там, возле Владивостока. И наконец-таки, наконец-таки мы говорим о том, что теперь, сегодня, сейчас Азовское море. Наше море. Давайте еще разочек скажем, что нам бы хотелось, чтобы и Черное море было наше. Потому что в свое-то время, давайте для самых тупорылых объясняем. Залезьте, пожалуйста, на Википедию. Википедия, да. Посмотрите карты Российской империи 1917 года. Ну, не было Украины. Ну, не было и все. Была хорошая, нормальная Российская империя. Это было Малороссы. И не надо говорить, что Украина существовала. Не было их. И все жили вот так. Чего мы и вмещаем. И будем вещать. Потому что мы работаем для удовольствия. Именно для удовольствия. А не просто так мы все это дело забираем. Обратите внимание, какая сделана здесь инфраструктура. Да вы таких вещей просто не видели в крови своей. Казаки Олимбургского казачьего войска привезли на очередные позиции батюшку. Батюшку для благословения осветить. Чтобы поднять моральный дух. Боевой дух. Чтобы они знали, что мы с ними. Они с нами. Мы все едины. Вместе. Слава Богу. Причащается раб Божий. Олексий. Олексий. Три БМП-2. Еще три на трейлере. Видел сам цепёк. Не было ни одного двухсотого, ни трёхсотого. Уникальное строительство. Такое ощущение, что строит вся Россия. Идеальная доставка по адресу. Спасибо казакам. В смысле, им сами писали. Они сами это и доставили. Вариант был бы немного другой. Если бы мы скинулись и отдали по 10 тысяч рублей. То есть не сраный телефон. Вот это была бы тема. Тема для горожан. Это по сути копейки. Но это неоценимая помощь нашей армии. Она одна защищает нас от тех, кто решил уничтожить нас. Думая, что мы клопы. Клопы это вы. Вас давить надо. Чтобы в мире был мир. Прямо передо мной Азовское море. Красивое, качественное море. Обалденное море. То, что находится за моей спиной. Здесь в свое время были батальоны Азова. После этого их выкинули отсюда, естественно. И мы сейчас занимаемся тем, что здесь у нас есть такая отдельная тема. Про нее ничего не буду говорить. Но где-то рядышком, где-то рядышком лежит неразорвавшийся снаряд Хаймерс. Я специально туда не буду заходить в природе своей. Потому что вдруг внезапно он скажет, что вот здесь воткнулась видеокамера Canon и все это дело взорвалось. Нет, нет, нет. Не надо. Потому что как взрывается снаряд Хаймерс, это серьезная штучка. То есть он из девятиэтажки превращает его в двухэтажку. Что находится за моей спиной? За моей спиной я слышу раскаты. Сегодня и сейчас это, по-моему, артиллерия лупит. Ну, серьезно так. Шлепает. Вот. То, что я вам могу показать, это называется ЦЕ Европа. Я не буду говорить, что это ЦЕ Европа. ЦЕ Европа это абсолютно углазанные в лохмоте дороги. Я их, может быть, покажу, но как бы вам сказать. Мы вчера ехали по ЦЕ Европе, по этой самой ЦЕ Европе. Я такие дороги помню, это образца 2007 года, когда мы ездили с Владивостока на Россию сюда. Там 1700 километров было такой дороги. Вот по такой дороге мы вчера ехали. И вот по такой дороге вот это местечко, где мы находимся. То есть если мы будем говорить о крутизне и о вариантности топа, то здесь далеко не топ. Вообще далеко не топ. Вот тут такая дорога, просто жесть. Реальная жесть. И ничего хорошего украинцы не делали. Тут маленький нюанс, да. Мне начинают говорить про Россию. Но обратите внимание, как все сделано. И давайте все-таки, ну может быть, когда-нибудь, если это дело получится, возможно, съездите в Крым. Посмотрите, как россияне все это дело переделали. То есть тут не может быть никаких условий. То есть если вы выезжаете в природоохранную зону, это природоохранная зона. Хотя, в принципе, до моря вот отсюда это, грубо говоря, 250 метров. Ну, будем считать, что иногда море тоже раздувается, да. И досюда тоже может добивать. Но в любом случае здесь это даже не Россия. Это даже не Америка. Это просто срака. Реальная основательная срака. Вот как они тут жили. Ну, как они тут жили. То есть, ну, возможно... Я не понимаю, о чем мне тричь. То есть, когда коррупция, она на таком уровне... Вах! Это мне не нравится абсолютно. Мне нравится, когда все... Ну, ровненько. Обратите внимание, как все сделано в Магнитогорске. В Магнитогорске не будем говорить, что это коррумпированный город. Нет. Он хороший город. Потому что у нас в Магнитогорске самая лучшая часть всемирной державы под названием Тульгия. Именно благодаря Виктору Филипповичу Рашникову Магнитогорск это идеальный вариант. Вы бы ему хотя бы спасибо сказали. Потому что тут реальная опанька. Опанька. Такая веселенькая. Когда мы сюда пришли. Такие дороги. Все строится быстро-быстро-быстро-быстро. Вот к чему надо стремиться. Я бы, конечно, хотел, чтобы все жители Российской Федерации... Ну и в том числе Советского Союза. Потому что все равно мы должны вернуться на круги своя. Потому что если это все дело будет работать, то удовольствие будет больше. И когда мне говорят проблемы с нашим топовым составом, я говорю, это не проблемы с нашим топовым составом. Это не проблемы с нашим топовым составом. Наш топовый состав, он думает о России. Я говорю уже о Владимире Владимировиче Путине. Хотя люди начинают наезжать, но тем не менее, посмотрите, как мы преображаемся. Мы преображаемся. И будем это делать. И давайте вместе это делать. И в том числе с нашей бывшей Малороссией. Потому что Украины никогда как таковой не существовало. Потому что Украину придумали кто? Придумали американцы. Для этого это была Малороссия. И еще раз вам говорю. Чтобы вы немножко доехали, о чем будет речь. Это все легко и просто. Благодаря тому, что у нас есть интернет. Убивайте википедию и смотрите. Здесь было все нормально. Верните все это дело на круги спереди. Верните все это дело нашим товарищам, которые даже не взирая на коррупцию, делали все идеально. Идеально и красиво. Вот так вот. И забудьте про то, что впендячивает. Потому что в основном сейчас на Украине, скорее всего, люди, которые уже с Украины уехали, это обыкновенные проститутки. Не надо так делать. Занимайтесь, работайте. Все будет нормально. А это был финал. Финал в Донецке. Чем быстрее мы уберем мерзость с нашей, именно нашей территории, тем реально будет проще. Это сделать нужно. Убить мерзость. Именно убить тварей немного. Вы заставляете уничтожать одну сущность. Но она не вами, тварями, была создана. Только нам надо помочь армии казакам. Очень надо. Итак, мы говорим о том, что очень много вещей, которые люди понимают, и люди видят об этих событиях. Что мы говорим? Ну, что, сегодня у нас 14 декабря 2023 года. Конвой Оренбургского казачьего войска 2-го казачьего военного отдела прибыл в расположение казачьего добровольческого батальона «Ермак БАРС-15» и привезли коммунитарную помощь. Мы с вами сегодня попали в такой момент, когда как раз подошли конвои не только от Оренбургского казачьего войска, но и конвои подошли от Волжского казачьего войска. И вот вместе получилась вот такая картина. Вы ее видите. Самое главное, что у русского народа, у русского человека есть понимание, что мы боремся с нацизмом, что против нас сосредоточены силы всего Запада. И благодаря вашей поддержке, благодаря тому вниманию, которое вы оказываете бойцам, казакам, которые сегодня выполняют поставленные задачи в зоне специальной военной операции, вот результат всего этого он здесь, он заснят, и все его тоже увидите. Победа будет за нами, мы обязательно победим. Добро, оно всегда побеждает. Так что самое главное, что мы вместе, а когда мы вместе, мы едины. А если мы и не победимы? Слава Богу, что мы казаки. С Богом победа будет за нами. С первого дня в окопах на передовой, в том числе и здесь, в преддверии Нового года, с 2023 на 2024, как раз таки казаки, люди просто неравнодушные, жители Челябинской области, жители Самарской области, жители Поволжья, собрали новогодние посылки, собрали необходимый инструмент, материальные средства по заявке командира и бойцов, и привезли сюда, чтобы могли наши бойцы себя обустроить, организовать окопный военный быт, ну и, конечно же, более эффективно бить врага. Победа будет за нами. Спасибо. Все об этом знают, все в этом уверены. Но я хотел бы от казаков Волжского войска поздравить с наступающим 450-летием наших братов Оренбургского войска, пожелать успехов в их нелегкой деятельности, плодотворной деятельности и пожелать всего-всего и наилучшего, успехов. Слава Богу, чтобы казаки, победа будет за нами. Наши пустые газельки при выезде швыряло. Если бы не то, что они были полными казаками, можно было бы замерзнуть. Опять не получилось. Кому надо сказать спасибо? До границы еще ехать, километров 5-10, наверное. Так что, вот, пятерочка, ужасно. Достряли. Одну мы вытащили, вторая пробралась, третья осталась. Вот, собственно говоря, и заканчивается наша дивная миссия. Потому что, ну, мы здесь уже два дня съездили везде всюду. К сожалению, не были в Запорожье и до Луганской долины мы не доехали. Ну, не до долины, это наша область. Мы сейчас, по большей части, в республиках находимся, в ДНР и в ЛНР. Мы поехали дальше, уже обратно в Монетогорск. Что было до и позже? Куча аварий. Два раза машин сгорали дотла. Вот такая поездка у нас получилась. Устали, но сделали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...